Итак, сейчас мы разберем такое понятие, как выпуск полей под обрез или увеличение фона под обрез. Все это нужно для того, чтобы готовое изделие имело аккуратный вид и не было зарезанных элементов. Сейчас мы сделаем визитку в программе иллюстратор. Для этого зададим стандартный размер визитки 50 на 90 миллиметров. И выпустим по 2 миллиметра с каждого края под обрез. В новом открывшемся документе мы видим, красным контуром обозначена добавленная область. Теперь нам остается разметить поля. От края визитки мы отступаем по 5 миллиметров внутрь. Это именно та область, в которой должны располагаться элементы визитки. От края визитки мы отступаем по 5 миллиметров внутрь. Также маркерами мы отметим область самого листа. Теперь мы можем добавить непосредственно в наш фон. А если у нас После того, как мы добавили фон, мы начинаем размещать текст и дополнительные элементы, которые нам необходимы. Текст и добавленные элементы не должны выходить за поля визитки. После того, как работа над макетом закончена, мы видим, что готовый файл к печати имеет размер 94 на 54 миллиметра. Таким образом, мы добавили с каждой стороны по 2 миллиметра под обрез. Сохраняем файл в программе Illustrator. Также можно сохранить файл с расширением PDF или EPS. Если макет необходимо доработать в фотошопе, мы также можем экспортировать его в формат TIFF. Для текста желательное разрешение 600 точек на дюйм. Вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok